Химия алканов. Алканы представляют собой насыщенные углеводороды. То есть какой угодно длины цепочка из углеродов, она может ветвиться как угодно. И все свободные валентности, если это именно чистые алканы сами по себе, заняты водородами. Никаких двойных связей, тройных в чистых алканах нет. Коротко пару слов о номенклатуре. Как называть? Вообще, любой углеводород, когда называют, сначала выбирают самую длинную цепь, содержащую наибольшее число кратных связей. То есть вообще-то, если у вас конкурирует цепь, скажем, 7, сюда направим раз, два, три, четыре, пять будет, а здесь будет 7. Но поскольку здесь есть двойная связь, за основу-то будет взята вот эта цепь. То есть самая длинная при этом из тех, что содержит кратные связи. Ну или вот, не знаю, вот сюда. С, 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 С. Тогда вот это будет выбрано. Вот это. 7 и 2 кратных связей. Тут 5 и 1 кратных связей. Тут, ну пусть будет, не знаю, 9 и даже 10. Но тут кратных связей вообще нет. Выбрано будет вот это. В Валканах кратных связей нет, поэтому просто выбирается самая длинная цепь. Она и берется за основу. Она берется за основу. Ну, скажем, возьмем цепочку из, даже распишем пока все водороды, распишем пока их подробненько. Просто цепочка С7-Аш-16 это, как известно, гиптал. Сам по себе, пока с ним ничего не случилось, это гиптал. Если из какого-либо места, ну, например, отсюда, неважно, убрать водород и поместить какой-нибудь другой атом, ну, например, брон, это уже будет не просто, это уже нельзя назвать просто гиптаном. Это гиптан, в котором один из водородов замещен на брон. И это неотразимо, необходимо отразить. Если просто сказать брон, гиптан, этого мало. Я вот не вижу этого. Откуда я знаю, где брон? Тут, 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 у любого может быть. Даже на конце. Поэтому нужно уточнить, у какого именно атома углерода находится брон. Адрес нужно указать. Для этого вводят так называемые локанты. То есть, номера цепи нумеруются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот это называется локанты, эти порядковые номера атомов углерода. Вот теперь я вижу, что брон у меня у второго атома углерода. То есть, это не просто брон, гиптан. Это 2 брон, гиптан. Ну, теперь все понятно. Что ж, усложним задачу. Поставим сюда еще один брон. Это по-прежнему брон, гиптан. Да. Кроме того, это по-прежнему 2 брон, гиптан. Они же у второго. Но теперь их 2. Теперь их 2. Приставка 2. Приставка, которая показывает, что атома 2, это, ну, ди, понятно. Это уже ди брон, гиптан. Ладно, казалось бы, у меня все указано. Что у второго указано. Что ди, два брона, указано. Но, это так хорошо видно, пока я вижу эту формулу. А если я ее не вижу? Мне говорят, ди брон, гиптан. Ну, я понимаю, да? Где-то гиптан, и где-то там два брона. Ну, один у второго. Вот одну цифру. Два я вижу. А второй где? Может быть, второй на шестом, на пятом. Нет. Нужно указывать лакант каждого называемого заместителя. Каждого. Даже если они в одном и том же месте. То есть, это будет два, два ди брон гиптан. Вот теперь, кажется, все указано. Ну, воткнем еще вот сюда. Сделаем интереснее. Сделаем интереснее. Сделаем интереснее. Сделаем интереснее. Насуем, куда ни по поле. будем этот ужас называть. Так, теперь у меня атомов брома 5. Это уже пентабром. В основе по-прежнему цепочка из семи. Это по-прежнему гексан. Но уже пентабром гексан. Ладно. Можно рассовать их по номерам в принципе. Пентабром гексан. Какие проблемы? А проблема вот в чем. Смотрите, можно номеровать с этого конца. Тогда это что будет? 2. Где следующий? У третьего. 3. 5. 6. 7. Пентабром гексан. Замечательно. Но я ведь могу номеровать эту цепь. И в обратную сторону. Что это будет тогда? 1. 2. 3. 5. 6. Опять же пентабром гептан. С одной стороны вроде бы верны оба порядка. Ну да, разные названия. Ну одно и то же за ними кроется. Можно и так и так. Но все-таки, чтобы такого двоевластия не было. Принято нумеровать цепь таким образом, чтобы сумма лакантов, которая в итоге получается, была меньше. Принцип наименьших лакантов. Так, сложим вот эти цифры. Это будет тяжело. Очень. Но все-таки постараемся. 2 плюс 3 это 5. Плюс 5 это 10. И еще 13. 23 здесь в сумме. 23 здесь в сумме. А здесь, зелененьким. Еще сложнее. 1, до 2, до 3. 6, до 5. 11, до еще 6. 17. Так, может быть я где-то ошибся. Ну, кардинально, кардинально нет. Понятно, что здесь сумма цифр больше. То есть избрать следует вот эту нумерацию. И правильным-то будет вот это название. Это будет содержать не то чтобы грубую ошибку, не ошибку. Вы так в принципе тоже правильно составите. Но будет противоречить все-таки признанным правилам. Которые приняты у химиков. Ладно. Еще усложним. Сделаем еще хуже. Хотя казалось бы куда хуже. Ну, места оставим те же, потому что мы уже знаем с какого конца нумеровать. Поэтому я предлагаю ставить те же. Те же места. Так, и эту парочку хлоров. Ага. Заместители на тех же местах, но они теперь разные. А вот когда заместители разные, их перечисляем по алфавиту. лакандр. Это йод и краткое. Это хлор. Х. Х. Это фтор. Ф. И бром. Бром это Б. Так, и погнали по алфавиту. Сначала Б. Шесть бром. Когда перечисляется несколько лакандр, относящихся к одному заместителю, несколько раз повторяющимся, между ними запятые ставятся. между всем остальным ставится тире. Так, шесть бром вижу. Дальше у меня по алфавиту и краткое. Три. Йод. Три. Йод. У, Ф, Х, Ц, Ч, Ч. Дальше Ф. Фтор. Ф. Пять. Фтор. А хлоров два. У первого и у второго. Ди, хлор. Их же два. Ди, хлор. Ну и в основе по-прежнему гиптан. Как был, так и остался. Только вот весь обвешанный, как ёлка, этими игрушками. Много разных заместителей в нём. Ну где-то в душе у него живёт юный гиптан. В основе всё-таки гиптан. Чуть-чуть усложним задачу. Кстати, маленькая деталь. Приставки не считаются всякие вот эти. То есть если из-за пропил, считается П. Фтор, бутил, считается Б. Приставки числительные. Ди, три. Если Ди хлор, это Х. Это не Д. Хлор почти в конце всегда. Так, ну чуть-чуть усложним задачу. Останавливайтесь. Так, заместитель ростовала водорода, но уже полночайно. Ну ладно, пока-то будет проще. Так, ищем самую длинную цепь. Первый вариант. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Явно есть побольше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять. Ага. То есть самая длинная цепь. Вот это буква П. Самая длинная. Так, на первый вопрос ответили. Самую длинную цепь нашли. Вот она у нас идет. Самую длинную цепь нашли. Расставим лаканты. Ну явно с этого конца, потому что здесь все навешано. Специально пока так простенько. А в будущем-то понадобится самим считать лаканты и их сумму. Так, цепочки из девяти. Это на нам. То есть в основе будет на нам. Ну и осталось перечислить заместители. Что у нас есть? Вот эта вся группа, которая здесь, это этил. Э. Это тоже этил. Э. Йод. Хлор. Стор. Бром. А это что? Это метил. Ну можно сюда было цепь завернуть, тут был бы метил. Можно сюда цепь завернуть, тут был бы метил. Одинаково. Так, ну начинаем с Б. Три бром. После Б что и краткое? Шесть йод. Шесть йод. А, и колононы. Да. Дальше метил. Два. Метил. Уфэхэцэ. Дальше фтор. Четыре. Фтор. Дальше хлор. Пять. Хлор. И этилы остались. Четыре и шесть диэтил. Их два. Диэтил и в основе всего, но нам. В основе всего, но нам. Так, это о номенклатуре. Изомерия. Первая основная. Так, то есть заголовочек изомерия. Первая основная. Изомерия углеродного скелета. Изомерия углеродного скелета. Что это такое? Посчитаем бруттоформулу здесь и здесь. С4, H сколько? Есть. А здесь. С4, H. Есть. Бруттоформула одна. А вещества разные. То есть вещества с одной формулой, но разными структурами, называются изомерами. В данном случае изомерия углеродного скелета. По-разному построен порядок от стихатомов С. По-разному цепь эта построена. Ну, второй вид изомерии, он для замещенных алканов. Чаще всего. Хотя можно придумать, да, можно придумать и чистый алкан. Четыре разных заместителя поставить, который тоже будет. Не обязательно даже для замещенных. Это изомерия оптическая. Ну, на чем проиллюстрировать оптическую изомерию? Вот представим. Ну, тут уже художественные способности. У меня они не очень, так что так уж. Чашечка. И ее зеркальное отражение построим. Вот представьте, что они одинаковые. Зеркальное отражение. То есть, эта чашечка совместима со своим зеркальным отражением. Развернем и наложим. Да, она полностью совпадет сама с собой. Если она со всех сторон белая, по размерам одинаковая. Развернем. Можно совместить ее саму с собой. Такие объекты называются ахиральными. Буква И, обратите внимание. Ахиральными. В данном случае чашки. В данном случае чашки. Так, нужно стирать. Ну, сразу, сразу давайте хиральну сделаем. Так, теперь представим вот такую чашечку. Сердечко смотрит на нас. В зеркальном отражении сердечко тоже будет смотреть на нас. Но если мы ее развернем и попробуем совместить с ее зеркальным отражением она сама с собой не совпадет. Она сама на себя не наложится. То есть, эту мы не движим. Ее сердечко по-прежнему смотрит на нас. А эту развернем. Сердечко-то будет туда смотреть. То есть, если бы это было все в 3D это сердечко выступало бы сюда на нас из плоскости доски. А то сердечко туда бы торчало. за отводкой с доски. Туда. Туда куда-то за холст по ПК. Это уже хиральные объекты, чашки. Хиральные. То есть, несовместимые со своим зеркальным отражением. Если представить атом углерода СП3-гибридизованный у нас атом углерода. Вы помните, он пирамидкой. Он тетраэдром. И чтобы это изобразить привлекают к киновидным проекциям. Жирный, закрашенный клинышек. Это значит это у нас же пирамидка. Пирамидка. Вот так вот наедем сюда. То есть, один вот этот водород будем считать это большим пальцем он-то может лежать в одной плоскости с доской с этой. Вершинка тоже. А вот два атома хлора один будет сюда за плоскость выступать. Другой туда тоже будет торчать. Она в 3D пирамида-то. У нее две вершинки будут выступать. То есть, разрежьте возьмите эту чайную пирамидку. Через две вершинки вы плоскость проведете. А две останутся за и перед плоскостью. Все в одну плоскость не упихаешь. Тетрады. Ну и нарисуем отражение. Мысленно развернем. Полностью совпадется сама с собой. Два хлора водород-водород. А хиральный атом углерода? А хиральный. А чтобы атом углерода был хиральным все четыре заместителя должны быть разными. Все четыре должны быть разными. если хотя бы два одинаковых вы всегда найдете такой угол чтобы при повороте она накладывалась сама на себя. Но если не вот так то сверху как-нибудь с другой стороны она на себя как-нибудь да наложится. Чтобы она сама на себя никак не накладывалась все четыре заместителя должны быть разными. Сюда давайте втор. Это будет хиральный уже. А, сюда давайте втор направим. Так, туда водород. На нас можно еще на нас пусть бромники смотрят. А за плоской с доски ну, например, хлоры. Не важно. То есть и как с тем плоской зеркала она немножко у нас уехала. ну, понятно расстояние должно быть одинаковым тут. Вот смотрите и у этой молекулы и у ее отражения бром смотрит сюда на нас. Если мы это возьмем и развернем бром-то будет уже смотреть за доску и не наложится на вот эту не совпадет. Такой атом углерода называется хиральным. Обозначается он звездочкой. Это оптическая изомерия. Но она наблюдается только у алканов когда все четыре заместителя разные. А, метил, этил не знаю. Изопропил, пропил. В принципе должна быть хиральность. С лимонклатурой понятно, с изомерией понятно. Свойства. Химические свойства алкана. Ранее мы говорили о том что связь углерода с каким-либо атомом можно порвать тремя способами. Гомолитический поровну и всяческие варианты в чью-то пользу. Всяческие грустные варианты. Где кого-то обижают. Связь углерода с водородом Так, я не помню опять электротритательности. Тут, по-моему, 2,2 тут 2,4 что ли. Надо таблицу Полинга посмотреть уточнить. Уточнить. Ну, в общем, не суть. Или тут 2,0 тут 2,5 не суть. В общем, разница между электротритательностями углерода и водорода маленькая, 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 маленькая. Смещено на углероде электронная плотность чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Она практически поровну между ними поделена. Она практически ровно между ними лежит. Чуть-чуть смещена. Если вы возьмете втор, туда приделаете. Ну, тут понятно, на втор хорошо смещено. Тут такой жирный, минус еще. Жирный плюс, нахальный, противный. Они уже наполовину стали вот этим вот, да? Они уже близко вот к этой ситуации. Когда полное разделение. Щелкни, отварь. Ну, не щелкни, конечно, отварится. Не так легко. Все равно трудно. Трудно ионизируется углерод. Но, тем не менее, здесь к этому ближе. Здесь вот эти варианты можно как бы рассматривать. А здесь, когда она ровно-ровно между ними, практически эта пара совсем немножко скошена. Понятно, что преимущественным вариантом распада для алканов, для CH будет вот этот гомолитический распад. С образованием частиц, которые, как вы помните, называются радикалы. Как привидение Карлсон, дикие, но симпатичные. Очень дикие создания. Всякие цепные процессы, взрывные, это часто вот в том числе и их работа. Очень активно. То есть нужно зафиксировать себе, что вследствие малой полярности связице H, ее разрыв достаточно труден и чаще всего осуществляется по гомолитическому механизму. Вследствие чего для алканов наиболее характерны радикальные реакции. Реакции, протекающие по радикальному механизму. Это большая тема. Большой, точнее, заголовок реакции радикального замещения. Реакции радикального замещения. В чем суть? Какой-то радикал любой. Один из водородов многочисленных. И туда подается галоген. Галоген. Хлор-2, бром-2, не дай бог фтор-2, ну про это позднее скажем, про особенности. Реакция требует квантов ультрафиолетового излучения. Чуть позже скажу, зачем. Суть в чем? Замещение вместо водорода встает этот самый галоген. Галоген. Реакция вот такого типа. С замещение, Р радикальное значит, по радикальному механизму. Что значит радикальный механизм? Как механизм? Как протекают такие реакции? Пока в общем виде. В общем виде. Галогены, хлор-2, бром-2, они, помните, двухатомные, между ними одна одинарная связь. Инициирование. Первая стадия инициирование. Это гомолитический распад молекулы галогена на два радикала. Не путайте кстати, радикал в смысле Р вот как какой-то заместитель в молекуле. Метил, этил, пропил, вот эти все вещи. И радикал как частицу. Слово одно, значения разные. Разные значения. То есть Р, черточка, это просто какой-то остаток молекулы, который сам никаких видов изменений не претерпевает. А радикал как частица это вот. Очень буйные, очень активные частицы. Чешется этот электрон, сил нет. Надо его об кого-то почесать, а лучше образовать пару электронов. Потому что с одним очень живется туго. Ему срочно нужен электрон. Еще один. Парочку. надо его где-то отжать. Надо его где-то отжать. А тут у вас летает рядышком ваш алкан, органика ваша. Алканы вообще достаточно стабильны, устойчивы, они реагируют ни с чем не любят особо. Русский химик Коновалов называл их химическими мертвецами. Они в большинство реакций не вступают. Они не окисляются бромной водой, точнее не присоединяют ее, не обесцвечивают растворами классических таких окислителей перманганат, калия не окисляются. В кислороде горят хорошо. А так в растворе марганцовкой какой-нибудь они не окисляются. В растворе дело другое, а в растворе не будут они обесцвечивать раствор перманганата калия. Так, ну и прилетел этот ваш, у которого чешется. И тут какая-то связь С-H. Любой там С в любом месте, точнее не в любом, но пока в любом, пока нам это не важно. О, так давай дружить-то. Давай дружить. Так, оторвали себе водород. С водородом теперь летаем. Отлично. Ну и остался остался непрекаянный радикал органический. Вот. У него теперь чешется. Ему теперь нужно с кем-то спариваться. Кого найдем для спаривания? Чтобы процесс шел дальше с образованием галогеналканов это прямая дорога. Есть всякие боковые ответвления. Мы их позже напишем. Это обрыв цепи. Но главное направление, вот куда Ленин показывает, это нам нужно с галогенами в конечном итоге подружиться. Так, где у нас тут? Сейчас, вы уж не дописываете, это у вас написано, а я в общем виде напомню. То есть должен RX у нас получиться. Связаться должен галоген с радикалом. а для этого мы просто берем не вот такую молекулу галогена разломанную, а вот целенькую. Целенькую. Они же не все там в виде радикалов. Иначе это вообще из-под контроля сразу выходит. Набейте в темноте выбежите на ультрафиолет. Вот веселье это будет. Отожмем. Отожмем. Вот RX получился долгожданный. RX и вторая половина осталась. Галоген радикал, который вот сюда идет на второй круг. на второй круг. Так, ну третье. Как говорил гениальный черномерлин, нельзя запрягать телеку посреди лошади, но у меня вот так. Третья стадия обрыв цепи. Это что такое? Ну любой радикал, хоть галоген, хоть просто радикал, может врезаться в стенку сосуда, пробивную энергию свою потерять, какого-то мала судьба дальше, бог его знает. Могут два радикала склеиться в молекулу, ну разные варианты обрыва цепи. Это все то, что подавляет активность вот этих радикалов, но не приводит к конечному результату. Все это обрыв цепи. галогенируем возникает хороший вопрос. Галогенируем мы, например, пропан. Ну скажем, брома. Скажем, брома. Так, ошнем, все хорошо. А куда галогенировать? Сюда или сюда? Но вот эти два крайних они понятны, это одно и то же. А вот этот от них отличается? Куда галогенировать? То, что аж бром понятно. А вот из этих двух то куда? Так вот, в действительности будет и то, и другое. Образуется смесь всегда. Но, особенно на всяких экзаменах формальных, там вроде ЕГЭ и тому подобного, следует писать строго вот этот вариант. И сейчас напишем почему. Опять же пишем механизм. Инициирование. понятна молекула брома на два радикала брома под действием ошью. Все хорошо. Это все хорошо. Так, тут я сотру, у вас все останется. А вот на второй стадии начинается самое интересное. просто цепи. Вот у меня пропан. С электронами. Прилетает мой бром. Прилетает мой бром. он может отсюда отнять. Так, ну черный, у нас черный. А может отсюда отнять водород. В дальнейшем, когда вы будете писать механизмом, можно писать только тот, который главный. Побочный уже не расписывать. То есть, в этом варианте, если сюда бьем, если сюда бьем, отсюда выдираем, то такой радикал, если отсюда выдираем, то вот такой радикал. А дальше следует вспомнить занятие по частицам их устойчивости. Как я уже сказал, будет реализовываться оба варианта. И сюда пойдет на самом деле, и сюда пойдет на самом деле. Но преимущественно больше будет вот этого. Есть исключения, например, хлорирование при высокой температуре. Он настолько дикий, что он насуется там везде без всякого порядка, об этом позе скажу, ну вот так, из общих теоретических соображений. Какой окажется преимущественным? Вот этот окажется преимущественным. Почему? Потому что радикал окружен с двух сторон заместителями. Он стабильней, он дольше живет, он легче образуется, этот СН легче рвется, чем вот это. Ну дальше понятно. Дальше все понятно. Так, для порядка уж допишем. На самом деле и этот будет тоже продолжать дальше идти по механизму, но мы самый простой, самый главный вариант допишем. Находим еще не пострадавший от этого беспредела брон. И за его счет значит строим по себе счастье. Так, тут черный еще углерод этот электрон. Все, он спарил свой черный электрон с этим красным. Все хорошо, ну и этот полетел на второй круг. Дальше обрыв цепи. Понятно, разные варианты. Ну например, вот этот изопропил радикал сам собой склеится на что-то страшное. То есть в итоге из этих соображений можно вывести общую закономерность реакции радикального замещения протекают преимущественно у третичного атома, менее у вторичного, менее у первичного. менее у первичного. Что это такое? Вот эти атомы, они первичные. У них всего по одному соседу углерода у каждого. Вот у него этот С, у него этот же С, а у этого вот этот С сосед. Сколько соседей такой атом? Этот вторичный, у него две С рядом, а вот этот третичный. Третичный, три С вокруг. То есть самый стабильный радикал, это вам не надо, я так покажу, самый стабильный радикал будет вот этот, он со всех сторон окружен. Через него и пойдет реакция. И если мы, но уже без механизма, бромируем такую молекулу, то бромировать следует именно по этому атому. Именно по этому атому. Ну и немножко о каждом конкретном галогинируем. Старирование. фтор чрезвычайно агрессивный и чрезвычайно химически активный реагент. Чрезвычайно. И если просто пытаться им фторировать, будет смесь не пойми чего. Там углерода каких-то может быть CH3, CH2, фтор, он без всякого. Это так, продукты чисто от может быть CH4, не знаю, что будет. Ну я что. В общем, он поломает все молекулы, порвет их как тузик грелку, беспорядочный, со смолением, с углеродом чистым, со смесью самых разных вот этих продуктов, самый разный замещенный, ну CH4 может не будет, но тоже смотря сколько фтора. В общем, реакция идет слишком бурно и с трудом поддается контролю. Реакция идет слишком бурно со фтором, такой батун, и с трудом поддается контролю. Как поступают? Либо подают вот так RH напишу, фтор подает очень сильно разбавленным аргоном, например, гелием, аргоном, то есть не более 10% там фтора. Очень нежно аккуратно фторирует. Тогда можно вот прямое, это называется прямое фторирование, когда просто прямое хлорирование, прямое фторирование, когда непосредственно галогеном пытаются провести реакцию замещения, прямое. Ну в таких каких-то вариантах кое-что профторировать можно. А так чаще это калий, если что, чаще фтор вводят каким-то косвенным методом, косвенным методом. Косвенным. Не прямое фторирование в лоб фтором, а как-то вот по-хитрому. хлорирование. Хлор тоже диковат. Молекулу цепь не рвет, но будем, скажем, хлорировать пропан. Даже в достаточно спокойных условиях. У нас должно куда идти? Вот у нас вторичный атом, вот первичный. должна основная масса хлора направляться сюда, во вторичный. То есть вот это должен быть основной продукт. Вот этого должно быть мало. Ну, аж хлор понятно. Поклонникам коэффициентов надо, конечно, их учесть. Так вот, в случае с хлором, эта температура, ну, может, градусов 100-150, точно не помню. Может, еще меньше. Не большая, в общем, условия не жесткие. Точно помню, что условия не жесткие. первичного почти столько же, сколько вторичного хлор производного. Хлор очень активный, он там особо не разбирается. Хлорирует во все подряд. Поскольку он дикий, он даже просто статистически в эти чаще залезает, чем в середину. Просто по статистике. Дикий он. Вот в химии органической преимущество, вот это процентное, какое угодно, выхода основного продукта по сравнению с остальными, побочными, минорными, это, ну, слово такое есть, селективность, избирательность. То есть, хлорирование мало селективно. На лес везде. Везде на лес. Селективность селективность мала. Недостаточно. Неселективное замещение. С хлором прямое хлорирование, поэтому тоже плохо. Бромирование. Бромирование. Бром, в отличие от хлора ихтора уже не газ, а жидкость, хоть и очень летучая. С огромной плотностью. Трешка. То есть, в три раза тяжелее воды. Практически. И вот, бром, умничка. При довольно высокой температуре. При высокой, ниже, чем было предыдущее хлорирование. 92% аккуратненько, во вторичный, все как положено, и только небольшое побочное количество лезет. первичный атом. То есть, хлорирование, бромирование, в этом смысле, селективное. Селективность хорошая. Йод в прямую реакцию с алканами не вступает. Хотите вводить йод? Опять же, вводите косвенно. Косвенно. В прямую реакцию не вступает. Слишком вялый. Слишком вялый. Йод вялый. Прямого иодирования алканов нет. Другой радикальной реакции. Большой, так, то есть, что было галогенирование. Большой пункт. Сейчас большой пункт будет нитрование. Ну, в общем виде, суть его какова. реакция с азотной кислотой. Удобно ее сейчас вот так записать. Здесь она рваться будет, если что. и вводится нитрогруппа в молекулу алкана. Получается нитроалканы. Нитроалканы. И выделяется вода. Нитроалканы. И выделяется вода. Тоже есть два подвида нитрования. По гессу. Это концентрированная кислота. Высокая температура. Грубый процесс. Тоже никакой селективности. Рвет цепь почти как в торм. Получается смесь сюда. Сюда. Ну может и не порвать. Сюда можно. Куда еще? В конец можно. В общем везде налез. Все разорвал. Тоже везде налез в ошметке. Куча продуктов. Плохо. Грубо. Плохой грубый процесс. То есть им пробивать то, что не очень хорошо нитруется. И то, где все-таки вариант такой ходовой только один. А если вам нужно что-то пронитровать деликатно, деликатное нитрование это по коновалову. Как деликатное будет нитрование. Скажем тот же пропан. кислота берется разбавленной. 12,5% всего. Все это в ампулках. Чтоб воздух-то туда не лез, не окислял. Алканы же в кислороде окисляют. Температура нежная. 180. Ну я уже побочные не буду писать. Вот напишу остальное. Все хорошо. Как положено. Все во вторичный. Вот же вторичный сюда должен идти. во вторичный. Все прекрасно. По коновалову нежное хорошее избирательное нитрование. Сульфохлорирование. В чем суть? Тоже естественно во вторичный. Тритично во вторичный прилично все те же закономерности. вводится вводится вот такая интересная группа. Вводится вот такая интересная группа. Су-2 хорошее. Механизм реакции тоже естественный СР. Радикальное замещение. Но немножко чуть сложнее механизм. Там в росте цепи одна лишняя стадия. Ну начинается все как всегда. молекулу галогена делим на два радикала гомолитическим распадом. Второе. Наш алкам отдает водород чтобы этот радикал злосчастный насытить. так что делаю то? Нет 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 вот сюда водород все они счастливы они счастливы а он нет он нет раньше он разлагал сразу галоген еще не разложившийся теперь между ним и галогеном встает сначала СО2 грудью своей потом уже плюс СО2 СО2 У серы как вы помните 6 электронов 4 из них ушли на связи 2 2 остались в виде неподеленной электронной пары существовать очень хорошо здесь спарить спариваем все пара образовалась а прежняя пара распалась и один то выпер сюда вот их 1 2 3 их так 3 есть вот радикал теперь так но у меня не влезает я продолжаю сверху и вот только теперь вся это вместе гоп компания вместе раскулачивают еще не пострадавший еще целенький хлор так вот они подружились а радикал он опять заходит на новый круг хлор радикал ну третье понятно там образ цепи как обычно образ цепи вот это механизм сульфахлорирования так ну на этом радикальные реакции алканов достаточно окисление тоже свойство тоже может быть и по радикальному механизму с образованием всяких перекиси там и так далее но мы тут без механизмов просто окисление алканы устойчивы к большинству классических большинству растворов классических окислителей в скобках перманганат калия дихромат калия однако горят в кислороде какой бы тут не был состав все углеводороды в избытке кислорода горят до СО2 и воды я ваш коэффициенты не буду наводить главное СО2 и вода это если просто вот метан горит в плите на кухне СО2 и вода летит еще говорят что нельзя правильно говорят обогревать квартиру за счет этого газа СО2 накапливается а поскольку может где-то кислорода уже не хватить понимаете у вас все больше СО2 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 в атмосфере кислорода все меньше меньше особенности окна закрыты когда кислорода начинает не хватать вместо СО2 у вас угарный газ может начать идти уснете нежно сладко и никогда больше не проснетесь вот так горят горят то есть кислород гасит углерод сразу до СО2 СО2 это уже не органика все это вы убили углерод полностью если убивать углерод полностью не хочется можно делать процесс на катализаторах специальных на катализаторах специальных тогда можно нежно окислить до метанольчика этот метан дофлимальдегида муравьиной кислоты то есть чем больше кислорода и меньше водорода напихано в соединении тем углероду хуже ну край это уже СО2 только кислород и никакого водорода это он уже убит все полностью скормлен сожран кислородом водород это группа поддержки кислород это хейтер если один кислород ему уже хана тут уже помните школьный курс уже плюс 4 и все ему ничего не надо все тут еще что-то как-то есть у него какие-то друзья здесь еще с братом дегенератом еще другим это нежное каталитическое окисление ну можно также кислородом в определенных условиях поставлю катализатор не помню порвать ее акистик тем самым еще свойства изомеризация вот обычно под действием кислород юриса обычно менее разветвленные превращаются в более разветвленные то есть один изомер переходит в другой реформинг это процесс уже нефтехимический это уже сочетание изомеризации обычно замыкается в цикл ну цикл из шести обычно замыкается органика любит циклы 5 и 6 когда реформинг там обычно 6 цикл замыкается тоже катализаторы какие-то давления температура вот оно может замкнуться в кольцо то есть было C6H 14 стало C6H6 понятно что водород должен выделиться при реформинге водород при реформинге выделяется если возьмем здесь гексан C7 вот еще цепь на 1 продолжим можно толу-вол получить суть та же самая точно такой же реформинг ну и еще одно свойство дегидрирование то есть отщепление водорода с образованием алкенов отщепляем водород ну какие-то катализаторы на основе платины палладия никеля в школьных чапниках так и пишут никель платины палладий но в действительности так оно и есть либо они либо катализаторы на их основе давление температура водород оторвали замыкается двойная связь и водород продолжает отдельное самостоятельное существование далее в больших заголовках способы получения алканов начнем начнем с промышленных есть такая замечательная жидкость нефть нефть это сложнейшая смесь самых разных углеводородов с самыми разными скелетами циклы не циклы выделить оттуда что-то индивидуальное крайне трудно почти нереально поэтому ее разгоняют просто на фракции по температурам кипения сертификационная колонна тут такие тарелочки через них это пока проходит все это хорошо прогревается и зонируется тарелочками то есть совсем врагу не сдается наш гордый варяг кубовый остаток битум мазут то что выкипает 250-350 то что точнее тут не улетает остается газой 160-250 жидкое не кипит не улетает керосиль и так так до самых легких газов которые и при 20 дальше полетят так она разделяется печально известный бензин вот это можно сказать последняя фракция нефти сырье это очень ценное чего там только нет еще наш великий соотечественник Менделеев говорил что что-то вроде использовать нефть в качестве топлива это все равно что-то пить печку ассигнациями ассигнациями бумажные деньги называются то есть есть и поценнее сырье кроме того как вы знаете метан прямо из-под земли прет природный газ называется еще такое замечательное явление газовые гидраты когда молекулы метана координируют у тебя непонятно чем там координировать но как-то координируют с молекулами воды которые в каркасе такое там заключают это все в кристаллическом виде пока оно под давлением метан потому что вообще-то штука понятно метану с водой попробуйте пробулькать через воду метан из плиты даже они друг на друга даже не посмотрят ну а там при давлении вот этот кристалл можно поднять на поверхность ну довольно быстро развалится метан улетит лужица воды только останется вот это промышленность еще в промышленности широко применяется то есть из синтез газа синтез газ так называемый замечательная смесь из CO водорода которая на соответствующих катализаторах температура давления может давать разные углеводороды тут я напишу CXHU разные ну и вода 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 можно подобрать так чтобы получался метиловый спиртметан там и так далее разные там уравнение сложнее надо вам просто его с книжки выписать я не помню как там коэффициенты сделаны там по умному они сделаны через M так ну промышленные методы основные такие препаративные методы ну например гидрирование алкенов хотя гидрирование это препаративным тоже так назвать в колбите это редко делается чаще в автоклавах потому что при больших давлениях там катализаторы нужны температура давления какие катализаторы ну в школьных учебниках пишут просто некий платинополадий ну в принципе на их основе да так оно и есть но можно катализаторов тоже пару слов сказать во первых зачем они все нужны вот водород по двойной связи присоединился разорвал ее все замечательно так вот без катализатора просто так не хотят они дружить им нужно ложа любви на котором они встретятся и друг друга полюбят и вот между ними что-то интересное случится то есть катализатор это в первую очередь вещество с очень развитой поверхностью ну грубо говоря шероховатой с порами за которые хорошо эти вещи цепляются вот эти металлы переходные очень хорошо для этого подходят в силу ряда причин ну много есть теории катализа нам так суть суть это катализаторы будут гетерогенны соответственно потому что это газы а катализатор твердое тело то есть на поверхности твердого тела они абсорбируются приклеиваются приклеились провзаимодействовали оторвались опять гетерогенный катализатор то есть это все газы а он твердый границы раздела фаз есть фазы разные газ твердое тело так ну вот как мы попробуем нарисовать вот у нас наша поверхность катализатора вот летают 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 как муча вокруг липкой ленты приклеились приклеился так надеюсь оно не будет сильно заслонить это на другое приклеился водород приклеился алкен где-то рядом так место надо место надо беречь ну вот поверхность этого катализатора никеля или еще какого-нибудь так что происходит дальше дальше мы начинаем друг другу присматриваться и думать а не подружиться ли нам начинаем рвать старые связи со своими бывшими и образовывать новые то есть у вас катализатор свою работу какая-то пористая ну не надо путать будете просто так и в итоге отлетают они уже подружившись прогидрировалось вот они начинают рвать старые связи и образовывать новые прогидрировались отлетело за что катализатору большое спасибо какие катализаторы гидрирования ну можно написать чтобы не просто никель платина полагит ну и более популярный никель ронея обозначают его часто вот так это не ради во второй группе вы помните ради есть он также обозначается это никель ронея грубо грубо говоря как его готовят грубо конечно в общем общий принцип берут сплав алюминия с никелем и кидают его как бы в щелочь в раствор водный щелочи алюминий металл амфотерный алюминий металл амфотерный он в щелочи растворится а никель нет и после обработки щелочью вот этим раствором получится ну такой изъеденный вот этими норами там где алюминий то был его же выява изъеденный норами вот этот губчатый такой губчатый никель как губка с порами много пор это хорошо большая поверхность цепляться за поры будут молекулы лучше прекрасно будет работать да он еще насыщен тем водородом который выделялся там пока растворялся алюминий то есть такая никелевая губка насыщенная водородом лучше нельзя и придумать некий гране еще можно упомянуть катализатор адамса он на основе платины можно использовать просто платиновую черну просто кусок грубо говоря платины что такое катализатор адамса это вот оксид платина для гидрирования мы туда подаем что H2 водород подаем нам все равно там водород нужен хоть у веса который к связям будет присоединяться двойным так вот этот же водород походу восстанавливает платину вот из оксида тут она ну грубо говоря плюс 4 тут 0 да восстанавливает платину и платина получается не вот эта которую со склада взяли там чернь уже забитая и отравленная всем чем ни попадет а прямо вот свеженькая она прямо там в момент вот этого гидрирования там рождается ну можно грубо конечно так в кавычках в кавычках больших но все таки назвать ее инсид сразу свеженькая поверхность тоже с водородом за разрыв внимание и катализатор адамса менее эффективный менее популярный но более дешевый катализатор лазира так купрум хром 2 у4 по-моему купрум хром 2 у4 это все гетерой вот эти все три надо выделить все три гетерогенные гетерогенные катализаторы можно вести гидрирование и в едином таком жидком слое то есть барботировать водород через раствор вашего алкена в чем-то или просто жидкий алкен тогда водород буль-буль-буль растворяется все в одной как бы фазе на этот случай есть гаумогенные катализаторы то есть это это огромное это даже рисовать не надо это вообще это кошмар просто 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 так подали водород тут налит жидкий алкан водород подали буль-буль-буль-буль ну что-то тут улетит пузырьками тем не менее мешалочку воткнем все это перемешивается все стенки стальные понятно тут трубки вокруг для теплоподачи там давление как-то должно быть там не так конечно все выглядит ну примерно и что туда этот твердый катализатор кидать ну а сядет он там на дно как он там работает катализатор должен быть тоже распределен по всей жидкости он должен растворяться в этом гомогенной должна быть смесь однородной жидкой вот на это есть например катализатор у Илкинсона так на основе родия родий трифенил трижды по-моему так ну хлор вот в чем тут значит дело фосфор элемент пятой группы у него пять электронов тремя он образует связи с пензольными кольцами и пара а уродия ну это D элемент у него там S оболочка P оболочка D оболочка много всяких оболочек там много на них электронов вот это напишите это не надо рисовать это просто так чтобы понятно было ну и если подвинуть эти электроны получится у него там дырки на D орбиталию и эти пары на фосфоре можно в эти дырки как бы вставлять получается вот такое комплексное соединение но двойная связь то двойная связь там же тоже есть пара почему бы эту пару в дырку какую-нибудь не воткнуть можно алкен присыпать можно и вот на этом роде на его дырках они с водородом тоже как-то дружатся можно найти в интернете картинки там или лекции где умные люди рассказывают про то как этот металлокомплексный каталис работает вообще это гидрирование так следующий процесс это реакция вюртса реакция в настоящее время практически не имеет применения никакого но она стала значит платформой с которой дальше дело пошло и принято ее все-таки отдавать и должно изучать суть очень простая какой-то радикал встречу такой же каким-то галогеном я поставлю ну ладно пусть будет х раз в общем пусть будет х хлор бром йод можно здесь вполне и туда закидываем металлический натрий очень просто металлический натрий собирает этот самый натрий галоген забирает себе но радикалом ничего не остается кроме как сдвоится сдвоится попытка объяснить протекание реакции принадлежит Шору и Гену через О он полагал что сначала образуется натрий ну алкил натрий это в общем-то логично потому что очень полярная становится связь близко к ионной ну хотя на самом деле не очень ионной но близко к ней и этот минус который с натрием а во второй молекуле понятно все стянуто на бром там плюс ну и минус с плюсом то это что такое минус с плюсом то могут подружиться потому что из этой не следует здесь оба радикала под пригнетом галогенов оба с плюсами что им склеиваться а вот он объяснил это таким образом металл меняет полярность вот этого радикала с плюса на минус и все пожалуйста склеиваются труднее а вот давайте сначала примерчик такой самый примитивненький сделаем причем именно натрий калий слишком активный литий недостаточно где-то без разницы натрий калий литий а где-то вот это важно посадили бром на натрий какой радикал остался метил остался посадили радикал на натрий какой радикал остался тоже метил вот они склеиваются когда с этой реакции начинаются неприятности если засунуть туда в смесь в реакционную вот эту массу смесь разных галоген производных разных галоген производных тут один какой-то радикал а тут какой-то другой радикал R' и посмотрите какие возможны варианты склеивания их же там много их же там не то что одна одна и куси куси там много там много вот этих много вот этих и кто на кого попадет может быть по-разному может этот радикал сам с собой склеится могут два разных склеиться а может и этот сам с собой взаимодействовать ну и понятно берем 6 натриев и по 3 галоген алкан почему по 3 красного с зеленым дружить красного с красным для начала дружить сейчас мы это распишем брон брон это просто чтобы понять не было эти два подружить сколько нужно натриев натриев два натрия нужно так все натрия брон натрия брон подружились красный с зеленым дружить сколько надо натрия еще два натрия 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 подружили красного с зеленым и зеленого с зеленым дружить у меня между ними плюсы с трудом влазят плюс 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 и этот эту парочку подружить зеленого с зеленым то есть нужно по три каждого галоген производного каждого галогена алкана и шесть натриев три парочки дружить вот такая муторная дремучая смесь ну что в качестве примера приведем ну давайте возьмем здесь метил для простоты здесь возьмем этил здесь возьмем этил и какие варианты возможно склеить можно метил с метилом метил можно понятное дело метил этил а можно этил этил этан пропан и бутан три разных алкана получится такой реакции в настоящее время уже практически не имеет эта реакция промышленного применения и препаративного не имеет редко где используется почти не используется ей на смену пришли литий купратные реагенты то же самое но не совсем то же самое так это в эфире делается температура меньше нуля желательно процесс очень нежный получится вот такой диалкил литий купратный реагент диалкил понятно диах2 литий купраты ну и второй литий второй литий с йодом так ну это нам получается двойки тут не нужны хотя они есть это вещи живет сдвоенным сдвоенный образ жизни ведет но чтобы не усложнять коэффициенты оставим по одному на самом деле моногалогениды меди они часто вот так вот купрум2 хлор2 купрум2 йод2 ну мы упростим вот этот R2 купрум литий другим цветом сделаем давайте с каким нибудь другим уже галоген производным уже галоген производным все сшивается и получается один продукт хоть они одинаковые хоть они разные никаких вот этих смесей как в вюрце один продукт все прекрасно один продукт литикупратный диалкил литикупратный реагент современная альтернатива реакции урца наша третья реакция Гриньяра, ну не реакция Гриньяра, а, скажем так, получение из реактивов Гриньяра. Получение из реактивов Гриньяра. Сначала нужно разобраться, что такое реактив Гриньяра. Ну я возьму, например, Эрбром. Так, для простоты. Эрбром. Поэтому, если подействовать на Эрбром металлическим магнием, делается это строго в абсолютном эфире или абсолютном же тетро-гидрофуране, то есть абсолютный эфир, какая у него формула абсолютный эфир, коротко, диэтиловый, можно написать этил-2О, если расписывать. Вот такая будет формула. Ну а ТГФ, тетро-гидрофуран. Почти то же самое, только замкнутое в цикл. Ну или, если короче, вот так вот. Тетро-гидрофуран. В каком-то из этих растворителей абсолютных воды быть не должно. Оно не терпит воды вообще реакции. Ну и магний вживается как бы между радикалом и бромом. И опять же, что это позволяет? Меняется полярность. Здесь связь С-бром. Электронная плотность осмещена на бром. На С-шке плюс. А здесь связь, ну, близка к ионной. Конечно, тут тоже на самом деле дельта минус. Тут нет этого прям минуса в кружочке идеального иона. Конечно нет. Ну, очень большой дельта плюс, очень большой дельта минус мы тут в органике обозначаем в кружочках. Почти как ионы. Близко к этому. То есть реактив Гриньяра это воплощение на земле карбониона. В худобедноустойчивом виде. Они так, более живучие. Почему именно эфир или ТГФ? Вспомним магний. У него электронная оболочка там 2 из 2, да? То есть в возбужденном состоянии у магния вот 2 электрона. Ну, хорошо. Он образует 2 связи. Одну с радикалом, там, с углеродом. Одну с бромом. Вот магний между ними, он 2 связи образует. Одну с радикалом, одну с бромом. А 2 вакантных орбитали у магния остаются. У магния остается 2 вакантных орбитали. Помимо радикала и брома. 2 вакантные орбитали. А вот в ТГФ, но я их уже стер. В ТГФ или в дейтиловом эфире, не важно, там один и тот же кислород. На кислороде же есть неподелённые электронные пары. И эти неподелённые электронные пары могут по донорно-арцепторному механизму в эти вакантные орбитали вставляться, грубо говоря, как конструктор. Обязательно всё нарисовать надо. Нарисовали. Ну, на пауду можно ставить, рисовывать. И получаются как бы эфираты такого тетраэдрического строения. Ну, неважно, в каком порядке их размещать. В любом порядке можно их размещать. Так, это не О2-этила, а этил-2О. Так вот, да? Вот. Тетраэдрические эфираты. Это повышает... В таком растворителе им хорошо. Они связаны с эфирами, с молекулами растворителя, таким образом, донорно-арцепторными связями. И это всё довольно устойчиво. Причём тут алканы. А как при чём тут алканы? Представим вот такой реактив Гриньера. Это что такое? Это же основание, которое сопряжено вот такой кислоте. H3C- это когда-то был метан. Если от него оторвать вот так водород, мы получим H3C-. Метан очень плохая кислота, очень слабая. Очень слабая. Поэтому вот этот CH3- метилонион сильнейшее основание. Настолько сильное, что от любой кислоты, и даже от воды, хотя вода-кислота слабая, он этот водород оторвёт и не задумается. Вот. Оторвал водород. Всё. Они снова вместе. Они снова вместе. И получается у нас алкан. Алкан получается. Если возьмёте так, это записали. Если возьмёте кислоту, ещё лучше. Кислота-то сама этот протон всем стремится всучить. Вода-то всё-таки держится за свой протон, она его трудно отдаёт. А кислота... Только так и рада его всучить кому-нибудь. Дальше. Четвёртая. Четвёртая реакция получения. Ну, восстановление кетонов. Восстановление кетонов. Тут два варианта. По клеменцену и по кижнеру-вольфу. Ну, начнём с клеменцена. Как известно, водород... Это так, примечание. Просто водород. Восстановитель достаточно вялый, когда он молекулярный, когда он сдвоенный. Но есть такое понятие, как водород или кислород in situ в момент выделения. То есть сначала, вот в такой, например, реакции водород ведь атомный. Одноатомный. Просто очень быстро, почти мгновенно он схлопывается в молекулярный. И мы пишем итоговое наше уравнение. Уже с молекулярным водородом. Но в самый-самый момент протекания вот этой реакции где-то на поверхности натрия водород-то атомарный. И вот атомарный водород это очень сильный восстановитель, в отличие от молекулярного, который довольно вялый. То же самое, кстати, с кислородом. Почему перекись хорошо раны обеззараживает? Да там кислород атомарный, который все убивает живое на своем пути. В отличие от молекулярного O2, который летает вокруг, попадает в рану и никакого толку. Как только он схлопнется со вторым таким же O2, толку от него мало. А атомарный все живое гасит. То есть и реакция клеменцена, она основана на применении как раз водорода ин-ситу. когда вот такую группу, она называется карбонильная, восстанавливают цинком в соляной кислоте. То есть просто вот такая группа. Этим водородом ин-ситу снимается кислород, гидрируется атом углерода и она превращается в группу CH2. Это первый способ восстановления кетонов. Ну мы два только посмотрим в теме алкана. Естественно на самом деле их больше можно гораздо найти. А второй это восстановление по Кижнеру-Вольфу. Восстановление по Кижнеру-Вольфу. Не окончились цвета, но черный есть еще. Такая замечательная штука. Гидрозин. Мы понимаем, что здесь электронная плотность заметно смещена на кислород. Над углеродом ярко выраженный положительный заряд. Это атом, так называемый электрофильный центр. Бывают нуклеофильные центры, бывают электрофильные центры. Электрофил. Люблю электрон. Если я люблю электрон, он отрицательно заряжен, то я заряжен положительно. На мне большой плюс. На мне большой электронный голод. Мне очень не хватает электронов. Я хочу их. Я хочу их полностью. Ну и атом азота, как вы помните, с неподеленной электронной парой. Дармовая электронная плотность. чё бы нет, чё бы нет. Так, всё, цветов окончательно нет. Ну вот таким. Эту стрелку-то можно не рисовать, чтобы было понятно. Вот атакуем этим избытком вот этот дефицит. Дальше следует несколько промежуточных состояний. их природа не столь важна пока, но для для очистки совести напишем. Так, С. Двойная связь разрывается у нас. Гидрозин присоединяется сюда. Это ещё не всё. Дальше мы отщепляем отсюда воду. Она самопроизвольно отваливается, для этого делать ничего не надо в большинстве случаев. Так, я тебе забыл представить вот этого игрока. Сейчас напишу. Так, R R' такая штука называется гидрозин. Гидрозин. А вот когда вода отвалится, гидрозин присоединится, вода отвалится, разница всего в одну букву. Это уже гидрозон. Гидрозон чего-то. Тут зависит от того, какие радикалы. Такое будет и название. Гидрозон чего-то. Можно на этом остановиться и гидрозон этот выделить. Можно его нагреть. щелочью. Тогда отсюда из центра улетит азот. А два водорода оставшиеся от азота сядут на углерод. Получится алкан. Почти алкан. И Несси Давыдовой посвящается, можно сказать. Почти что алкан получился. Алкан. алкан алкан если вы не знаете кто такая Инесса Давыдова вбейте в поиск Инесса Давыдова Давыдова по-моему Алькан да просто вбейте Инесса Алькан вам сразу все найдется. Так ну это с механизмом это со всеми промежуточными состояниями состояниями записали закрепили и запишите под этим ну такой краткий вариант потому что в цепочках при решении цепочек ведь не требуется механизм ну вы нормально сделаете а я уж как получилось так и вода еще я там извините забыл минус вода написать минус вода там надо написать я ее выделил но не написал да в конечном уравнении еще плюс вода вот это как бы общий финал по итогу плюс вода еще так записали записали так ну дальше методы попроще электролиз по кольбе это как вюрт только лучше так что такое электролиз надеюсь все помнят из физики в раствор опускаем два электрода катод анод там дальше цепью все это как-то замкнут должно быть в цепь включаем розеточку в общем через раствор начинает пробегать электрический ток и вносить сюда всяческие преобразования внешним током осуществляются химические процессы то есть когда оттуда к нам за счет химической реакции мы получаем энергию аккумуляторы гальванические элементы батарейки это химические источники тока от них к нам когда мы туда загоняем ток из розетки извне чтобы там что-то произошло электрическую энергию в химическую наоборот перегоняем это электролиз вообще есть такая группа которая называется карбоксильная она очень кислая вот этот водород легко замещается на металл вот это уже будут соли карбоновых кислот вот так вот это сама карбоновая кислота вот у нее водород как бы H-хлор H-йод а тут H-C-O-O-R H-C-O-O-R кислота ну и как в любой кислоте водород замещаем на металл получаются соли карбоновых кислот соли карбоновых кислот так они выглядят изучаются подробно они где-то весной в последнюю очередь в органике ну электролиста проводится как раз таки этих самых солей карбоновых кислот причем их водных растворов электролиз Гарри Поттер просто сдваивается радикал этот углерод улетает в виде СО2 то есть обратите внимание если этот углерод считать как вот была у вас не надо пока рисовать сейчас я примерно все просто чтобы сразу было понятно вот у вас цепочка казалось бы из 5 атомов углерода 1,2,3,4,5 да? пятый это тут будет цепочка уменьшится на 1 этот углерод не идет в расчет он вот улетел ну вот полное уравнение этого процесса ну как и там получить конечно так никто делать не будет дорогой будет электричество дорогой мало ли надо под рукой ничего кроме розетки нет до старого завалящего ацетата натрия со склада ну вот у самых умненьких которые хорошо учили химию в 9 классе может возникнуть вопрос натрия у аши СО2 как же они вместе плавают они же натрия 2 СО3 должны дать нейтрализоваться ну вот анодное пространство от катодного чаще всего отделено как минимум расстоянием а чаще всего еще мембраной СО2 лезет на одном электроде на аноде а натрия у аши получается на катоде они на разных электродах образуются они далеко друг от друга еще и мембраны могут быть разделены поэтому друг к другу они не лезут но у кого возник такой вопрос тот молодец внимательный человек так шестое реакция юма это сплавление солей карбоновых кислот со щелочами сплавление солей карбоновых кислот со щелочами тут нет разницы натрий калий литин кто угодно сплавляем тоже реакция особого хода не имеет но так в лаборатории метан сделать посмотреть на огонек можно то есть вот все это складывается карбонат карбонат натрия надо вам например этам получить пропан пропан получить в этой реакции задание такое просто берете любой из водородов хотите этот отрываете хотите этот и вместо него ну тут то у нас все останется можно отсюда можно отсюда ваш выбор главное чтобы получалось берем и сюда в это самое место вносим эту группу СООНатрий в надеждах на то что она потом у нас отгорая натрий OH вот она у нас отгорит и этот водород как раз сюда и встанет ну кстати применение вот этого вот если вы наконец решили ее приделать СООНатрий пожалуйста пожалуйста можно отсюда сделать вот этот можно тут натрий 2,3 можно тут хоть отсюда хоть отсюда без разницы получится одно и то же пропан и натрий 2,3 вот в электролизе по Кольбе там важно в какое место приделано так ну это уже не пишите мы уже проехали просто для напоминания там помните там радикалы сдваиваются если вы вот такое там возьмете у вас и сдвоится оно вот этим местом вот этим по Кольбе если там же тоже СООНатрий а если вот так возьмете то сдвоится где была на конце группа вот на конце вот так вот и сдвоится там важно откуда в каком месте этот СООНатрий приделано важно там удваивается потому что а здесь удваивания нет РН поэтому не важно в какое место она приделано вот не путайте иногда это важно иногда нет тут или пропилы сшить или изопропилы уже разные вещи так я забыл какой это был пункт ладно допустим он был пятый шестой если что будете везде просто минус один вычитать восстановление йод производных очень простая реакция на грани примитивного йодоводородов йодоводородов прекрасно восстановить существует еще процесс обратный галогенированию жестко правда проводится то есть наоборот есть такая реакция есть так ну и кажется все нет еще специфическая реакция для метана только для метана корбидный метод корбидный метод корбид алюминия разлагаем водой или кислотами ну классика бинарное соединение менее электроотрицательный превращается в гидроксид более электроотрицательный водородистые соединения классика в данном случае в метан